Всем привет! В этом выпуске вы увидите случаи с животными один на миллион. А начнем мы с крайне забавного ролика с пандами. Эти кадры были сняты в Китае, и на них видно, как между двумя животными завязывается ссора. Вернее, со стороны так просто этого не понять, но со слов работников заповедника, в котором это происходило, дело было именно так. Одна панда забралась на верхушку дерева, а вторая решила во что бы то ни стало скинуть ее оттуда. Никому неизвестно, чем бы могла завершиться эта великая битва, если бы не вмешавшаяся в конфликт третья панда. Животное попыталось усмирить свою воинственную родственницу, которая карабкалась наверх, и, как вы можете заметить, у панды это отлично получилось. Вот только мне почему-то кажется, что не все здесь было так просто. Уж больно хитро миротворица сама смотрела наверх. Не собиралась ли она сама попробовать себя в роли захватчика? Согласитесь, что бы панды ни делали, они в любом случае выглядят мило и красиво. Так что их всегда хочется обнять и пожалеть, даже когда те намереваются совершить нечто плохое. Нет, в этом случае никакая панда не собиралась атаковать своего собрата. Все было куда спокойнее. Детеныш очень хотел внимания и игр, вот только сотрудница зоопарка оказалась слишком занята своей работой, так что она просто бросила панду в одиночестве и убежала по добру, по здорову. Как только панда осознала всю несправедливость жизни, она рассердилась и завалилась прямо на землю. Детеныш начал биться в истерике. Ставьте лайк, если на этом моменте вам тоже стало жалко эту малютку. Да я сам теперь готов бросить все свои дела и приехать к ней в гости, немного поиграть. Другое дело, мишки из нашего следующего видео. Вот им явно никакая чужая компания не нужна. Косолапые сами устроили себе развлечение. Видео было снято в США и со слов человека, который стоял за камерой, эти медведи частенько наведываются к нему в гости. Они приходят все тем же составом, втроем, и начинают играться с гамаком. Методом проб и ошибок они выяснили, что при неосторожном обращении подвешенная сетка может и перевернуться со всеми вытекающими последствиями. Но, как вы видите, это не особо их остановило. Косолапым весело даже падать, ведь главное, что они делают это вместе. Так, а теперь я бы хотел поделиться с вами одним крайне интересным снимком, который я нашел в интернете. Как рассказал человек, который его выложил, он решил заснять дикую природу своего ближайшего леса. Патрулировать дикую среду лично он не хотел, это требовало ночи без сна. А потому человек приобрел несколько камер и установил их в разных частях леса. Все они делали снимок каждые пять минут, и вот что попало в объектив одной из них. Медведи собрались в круг, в то время как старший мишка красовался посередине. Животные стояли на своих четырех, а старший ловил равновесие всего на двух задних лапах. Что именно это было, никто до сих пор не знает. То ли это некий ритуал, то ли просто нечто пока еще неизвестное науке. В любом случае, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А теперь взгляните на эти кадры. Ничего странного, не замечаете? С виду перед нами обычный густой лес, так ведь? Снизу вон лежит палка, вокруг все зеленое, свежее. В общем, классическая лесная обстановка, правда? Но стоит нам немного присмотреться вон в ту сторону, как мы разглядим там идеально притаившегося ягуара. Дикая кошка все это время наблюдала за ничего не подозревающими людьми, и в определенный момент даже совершила в их сторону рывок. Благо, что с реакцией у двуногих все было в порядке. Они успели отпугнуть кошку и остаться в целости. После этого люди медленно, но верно начали отступать с ее территории и уже совсем скоро вернулись в машину. Как они потом рассказали, каждый из них мечтал увидеть ягуара в дикой природе, но только явно не при таких напряженных и неожиданных обстоятельствах. Фразу «такое бывает только в Австралии» лично я слышу все чаще и чаще, и вы знаете, с ней невозможно не согласиться. Те же кенгуру, которые бегают прямо вдоль домов, какие-то супер редкие или ядовитые создания, ну или вот, драка коал прямо посреди дороги. Хотите сказать, такое бывает где-то еще помимо Австралии? Две коалы по какой-то неведомой причине решили выяснить отношения прямо на глазах у людей. Многие водители смеялись над происходящим, ведь два пушистых борца выглядели достаточно комично. Животные настолько вошли в раж, что не обращали внимания ни на крики, ни на гудки, что до людей им ничего не оставалось, кроме как смирно стоять в сторонке и ждать, пока поединок между двумя коалами завершится естественным путем. Финал битвы, увы, на видео так и не показали. Зато мы с вами можем посмотреть за тем, чем завершилось сражение между енотом и рысью. Нет, не спешите с выводами. Жительница Флориды, которая и сняла это чудо, тоже думала, что у енота нет шансов, а потом... В общем, сейчас сами все увидите. Момент начался с напряженных взглядов в сторону друг друга. За ними последовала стычка, в результате которой рысь была изгнана прочь. Женщина рассказала, что она сильно переживала за енота. Думала, что тому серьезно достанется от кошки, но и вмешиваться в их битву она, естественно, уже не могла, ведь в таком случае она бы рисковала собственным здоровьем. Но все обошлось. Получилась неожиданная и приятная концовка. Енот, к удивлению большинства, прогнал рысь со своей территории. Ставьте лайк, если вы тоже не ожидали, что они на такое способны. Помните, недавно мы с вами умилялись с панд? Так вот, пришло время вернуться к тому состоянию и посмотреть на еще одно видео с их участием. На сей раз мы можем наблюдать за довольно жадной пандой, которая решила, что не наестся своим бамбуком, а потому ей срочно нужно украсть еду у соседки. Недолго думая, панда отобрала понравившийся кусок, причем сделала это так ловко, что жертва преступления даже не сразу поняла, что ее вообще-то обокрали. А когда до нее дошло, то было уже слишком поздно. От того кусочка не осталось и следа, он полностью ушел в живот к черно-белой красотке. Я, конечно, знал, что вороны – умные создания, но чтобы настолько пернатое из этого видео, очень хотела есть, и люди ей в этом не отказали. Единственное, что для доступа к еде ворону было необходимо пройти довольно необычный квест. Нам он покажется простым и понятным, но не стоит забывать, что люди просят его выполнения у маленькой птицы. Так вот, суть была следующей. Вороне было необходимо воспользоваться мелкой палкой для того, чтобы добраться до более длинной. А потом, с помощью последней, птица должна была протолкнуть еду. Звучит невыполнимо в реалиях птиц, но ворон доказал, что такого слова он никогда не слышал. Пернатое ловко воспользовалось всеми инструментами и за каких-то полминуты добилась желаемого результата. Просто вау! Кстати, еще немного информации про интеллект этих чудесных созданий. Когда ученые решили проверить, действительно ли ворон наделен интеллектом, птицы давали пить воду из глубокого кувшина, которую она не могла достать клювом. Испытуемый очень быстро догадался, что ему нужно бросать в емкость различные предметы, чтобы уровень воды поднялся. Причем эти создания могли отличить объекты, которые держатся на плаву, от тех, что тонут. Например, резину и пластмассу они выбрасывали из кувшина, когда понимали, что толку от них нет. Так, а теперь давайте взглянем на снимок от подписчика, которым со мной поделились на днях. Это миленькая кошечка, у которой, увы, пока нет имени. Если у вас есть идеи того, как ее можно назвать, обязательно пишите их в комментариях. Ну а еще, конечно же, делитесь снимками своих чудесных животных. Может, кому-то нужна помощь с придумыванием клички? У меня, например, с фантазией все просто замечательно. Придумываю имя, кому захочу. Вот эту рыбу, например, я бы назвал зубастик. Креативно, не правда ли? Да ладно вам. Шутки в сторону. Это вообще-то серьезная рыба, которую зовут голубоперый баллистот. Эти красавчики живут в Красном море, а также в Индотихоокеанской области. В основном они плавают в одиночку. Иногда встречаются парами, питаются кораллами, морскими звездами, улитками и червями. Но самое интересное, как по мне, это то, когда голубоперый баллистот добывает врага, который скрывается в песке. В этом случае он достает его при помощи мощной струи воды из собственной пасти. Говорят, эта рыба способна ворочать большие каменные глыбы с помощью своего сильного подбородка. И все это лишь для того, чтобы достать спрятавшуюся там добычу. В то же время сам зубастик далеко не главный претендент на сытый обед среди прочих животных. Людям, например, его вовсе противопоказано есть. Дело в том, что в тканях этой рыбы содержится яд. Он попадает в организм рыбы по пищевой цепочке и накапливается в течение всей жизни. Стоит человеку отведать такую красоту, как всего через полтора часа после приема пищи он почувствует боли в животе, тошноту, а не менее языка и губ, зуд, в общем, кучу всяких не самых приятных вещей. Если вы думаете, что эту странную рыбу дайверы видят раз в жизни, то это не совсем так. На самом деле она не такая уж и редкая. И вот еще один забавный ролик с ее участием. Почему забавный? Да потому что на этом видео рыба всячески пыталась поймать осьминога, но тот не собирался даваться ей без боя. Головоногий моллюск почти моментально применил свое главное оружие. Секрет, который затуманивает не только разум оппонента, но и его обзор. Вообще, применение струйки чернил – это более чем адекватная реакция осьминогов на любую непонятную ситуацию. Все-таки не зря эта темная жидкость вырабатывается специальными железами, верно? Она повисает в воде в виде бесформенных полупрозрачных пятен и некоторое время держится компактно. Что лично меня удивило, так это то, что ученые по сей день рассматривают и другие причины, по которым осьминоги выпускают чернила. Мол, не факт, что для самозащиты. Говорят, что у них есть и другой способ сохранить свою жизнь, более эффективный. Речь идет об автотомии. Схваченная врагом щупальца может оторваться за счет сильного сокращения мышц, которые в этом случае сами себя разрывают. Оторванная щупальца в течение определенного времени продолжает двигаться и реагировать на тактильные стимулы, что служит дополнительным отвлекающим фактором для хищника, преследующего осьминога. А когда щупальца перестанет шевелиться, оппонент поймет, что он держит не самого осьминога, а лишь крошечную его часть. Сам же хитрец уже давно сбежал. Не зря говорят, что если человек мастер своего дела, он за считанные секунды заметит ошибку или какой-то сбой. То же самое относится и к механикам, которые занимаются машинами. Стоит им взглянуть на транспортное средство, как недостаток почти моментально бросится в глаза. Особенно если он явный. Вы, конечно, можете ждать, что я вам сейчас покажу реального механика, но это было бы неинтересно. Куда необычнее смотреть за работой носорога. Животное определило, что с диском на машине что-то неладное. Он имеет не ту форму, что должна быть, а значит его срочно нужно подлатать. Добрый носорог за считанные секунды снял диск и принялся за работу, но люди почему-то испугались и уехали. Ставьте лайк, если вам тоже стало немного жаль этого отзывчивого добряка. К слову о добряках, не только люди могут жалеть животных, но и животные могут жалеть других животных. Ровно этим и занималась любвеобильная собачка из Италии. Она, как рассказали хозяева, впервые в жизни оказалась на ферме, но это совсем не напугало ее. Напротив, она прониклась жизнью лошадей и в какой-то момент даже нашла там для себя лучшего друга. А то, что мы с вами сейчас видим, это их прощальный поцелуй, поскольку хозяева четверонога и все же не собирались здесь заселяться. Оцените милоту данного ролика в комментариях. По мне так это просто прелестно. Вот скажите мне, мне одному кажется, что споры про дружбу между собакой и кошкой уже давно в прошлом. Сегодня нет такого правила, что эти животные не могут жить вместе. Напротив, я все чаще начинаю замечать различные ролики в сети, где собака или кот ухаживают за противоположными. И это, кстати, как раз один из таких видеороликов. На нем видно одну большую и сильную овчарку, а также маленького и совершенно крошечного котенка, который еле-еле взбирается на лестницу. Складывалось впечатление, что сил у котенка попросту не хватит, а потому собака решила взять все в свои сильные и надежные челюсти. Она аккуратно, настолько, насколько это вообще было возможно, взяла котика и подняла на самый верх лестницы. Вдруг кто переживал за состояние малютки, вот он выглядывает с вершины горы и радуется тому, что они прошли этот тернистый путь вместе. Ни для кого не секрет, что многие дети просто обожают хулиганить. Они, например, могут подбегать к двери соседей, звонить в звонок и убегать. Человек в это время торопится, выходит посмотреть, кому он пригодился, А там никого, штиль и тишина. Ровно так, кстати, и произошло в этой ситуации, вот только хозяйка ни за что бы не догадалась, кто был в роли хулигана. Она подозревала всех, кого только можно. Крохотная гостья не ожидала, что от ее действий вообще может сработать звонок. Когда же птичка услышала этот неожиданный звук, она так напугалась, что тут же улетела прочь. Теперь домовладельцы не злы на детей хулиганов, а наоборот, очень даже рады, что вовремя установили камеру на пороге своего дома. Ведь именно с ее помощью им удалось запечатлеть такой волшебный и в то же время забавный момент. Увы, но животные часто оказываются в трудном положении, и поделать с ним что-либо без помощи людей они не могут. Остается лишь ждать и надеяться на лучшее. Именно этим, как вы понимаете, и занималась ящерица из Аризоны, которая попала на видео. Бедняжка была очень маленькой, ловкой и юркой, но даже несмотря на это, она все равно застряла в заборе. Добрый человек вовремя заметил ее и принес щипцы, чтобы подарить ящерке свободу. Не прошло и одной минуты, как животное вновь смогло побежать. Вот только, как бы вам сказать, еще через пару секунд наш ловкий друг снова угодил в неприятность. И это снова был тот же самый забор, в котором он только что застрял. Кто-то мне объяснит, как такое вообще возможно. Неужели эту ящерицу жизнь вообще ничему не учит? Я предлагаю взглянуть на несколько любопытных снимков, которые я нашел в сети. На первой фотографии видно огромную белую змею, которая успешно заползает в дом через окно. Честно говоря, я ума не приложу, как такое вообще возможно. Ладно просто заползти в дом, но ведь этой змее для начала нужно было оказаться на крыше. Представьте лицо человека, который в тот момент находился внутри. Как он смотрит на свое окно и видит ползучую, пожаловавшую в гости. Второй снимок не менее шокирующий, и я бы даже сказал, еще более страшный. На нем видно группу людей, которая занимается чем-то неподалеку от своей машины. Все внимание людей сосредоточено на чем-то с обратной стороны, на том, что мы не видим. Но зато с нашего ракурса отчетливо заметен аномально огромный хищник, который пришел к людям в гости. Понятия не имею, что этому крокодилу было нужно, но я искренне надеюсь, что уже совсем скоро он уполз обратно в лес. Все же габариты у него были настолько удивительными, что люди вряд ли могли бы хоть что-то ему противопоставить. Ну и третий, финальный кадр, уже совсем не такой страшный, как два предыдущих. На нем видно двух лошадей, стоящих посреди реки. Самое интересное, что, как рассказал автор, лошади куда-то плыли, не двигая при этом своими ногами. Разумеется, это была иллюзия, из-за того, что двигалась сама лодка с человеком. Но лично я даже со второго раза не смог ее разглядеть и понять. Ставьте лайк, если вы тоже. Думаю, в мире не найдется ни одного адекватного человека, которому нравился бы храп окружающих. Да, кто-то может умело скрывать свое негодование или просто сдерживаться, но факт остается фактом. Это сильно давит на нервную систему. И, как показало следующее видео, на нервную систему собак это тоже распространяется. Французский бульдог из Кентукки повеселил пользователей интернета своей милой реакцией на храп хозяина. Стоило мужчине хоть немного захрапеть, как песик тут же принялся толкать его лапами, тем самым ясно дав понять, что такие неблагозвучные шумы, скажем так, его не впечатляют. Сложно не улыбнуться, глядя на это рассердившееся животное. Не так ли? Не ищу легких путей. А это девиз нашего следующего гостя, который ну очень хотел пройти через новую дверь в будущем гараже своей хозяйки. Док из Пенсильвании встал прямо перед дверью и ждал, пока ему ее откроют. Забавно, что за несколько секунд до этого хозяйка прямо у него на глазах взяла и обошла дверь со стороны. Тем не менее, это ни капельки не смутило четвероногого. Такое впечатление, что у него в голове была особая установка. Попробовать войти именно в эту дверь. К сожалению, желания собаки так никто и не исполнил. Девушка за камерой все-таки вынудила ее пойти в небольшой путь. Хотя, знаете, судя по всему, наши любимые питомцы вообще не любят что-то новое. В той истории собаке не хотелось открывать для себя новый маршрут, а в этой коту было крайне непонятно, что это за новомодная штука с ним разговаривает. В мире что? Начался катаклизм? Вокруг невидимки? Помогите! Судя по выражению лица этого котика, в момент, когда с ним разговаривали через входную камеру наблюдения, в его голове были именно такие мысли. Так, а теперь у нас на очереди первый полет гуся. Поскольку этот красавчик был еще слишком юн, он не особо спешил размахивать крыльями и бросать вызов гравитации. Да и вообще, кому нужно тратить энергию и силы на полет, когда под боком есть любящая и заботливая хозяйка, готовая держать тебя за тельце и имитировать таким образом полет. Все, что оставалось делать гусю, так это вытягивать свои лапки и представлять, что он летит. А вот людям из следующего видео ничего представлять не приходилось. Они сидели за одним столом с петухом и играли с ним в домино. Вы можете подумать, что игрой это вряд ли назовешь, но нет. Петух реально выставлял правильные доминошки с требуемыми значениями и в конечном итоге вышел из игры победителем. Мне кажется, что этого красавчика из Бразилии срочно нужно отдавать на соревнования. Как вы думаете, птица понимала, что она делает? Или это была случайность? Напишите в комментариях. Помощь. Слоны – невероятно умные создания, которые не похожи ни на одно другое живое существо. Вот вы знали, например, что азиатские слоны обладают самым большим среди всех наземных животных объемом коры головного мозга, отвечающим за познавательные способности. Когда-то в прошлом люди даже устраивали для них специальный IQ-тест. Результат слонов составил 20 единиц. Это сопоставимо со средним уровнем развития семилетнего ребенка. Согласно исследованиям, по умению создавать орудия труда, слоны находятся на уровне семейства гоминид. Куда входим? Мы с вами. А еще у этих гигантов в мозге больше извилен, чем у приматов, которых некоторые считают нашими с вами предками. Я уже не говорю про поведение этих животных. Про то, как они оплакивают умерших, как проводят похороны и как регулярно возвращаются к могиле собрата, чтобы продемонстрировать свою скорбь и горечь от утраты. Короче говоря, учитывая все ранее сказанное, вот это видео уже не будет казаться таким удивительным и необычным. Да, один слон помогает другому, который застрял. Все в пределах разумного. Как вы думаете, кто-то помимо слонов был бы на такое способен? Я вот, например, совсем не могу представить, как лев помогает другому льву. Или, я не знаю, как ворона вытаскивает из песка другую ворону. А вы что думаете? На самом деле, животные все больше и больше становятся похожими на нас с вами. Они с каждым годом перенимают новые привычки и паттерны поведения, передающиеся из поколения в поколение. Вот эта собачка, например, увидела, как ее хозяин качается на кресле и тоже решила попробовать. Как вы можете заметить, корги из видео это безумно понравилось. И теперь ее с этого самого кресла просто не стащить. А теперь скажите мне, на что вы готовы ради добычи? Уверен, многие сейчас скажут, что на все, но как только дело дойдет до реальной угрозы для жизни, тут домашние супермены сразу же дадут заднюю. Так вот, я это к тому, что в плане решительности и желания получить свое, всем стоит поучиться у Скотта, жителя Австралии, из следующего видео. Мужчина занимался рыбалкой и спустя довольно много времени он, наконец, почувствовал тот самый улов. Начал вытаскивать рыбу, но тут, в последний момент, ей на хвост сел огромный крокодил. Все, кто были вокруг, начали кричать Скотту, чтобы тот отпустил эту несчастную рыбу и не злил хищника, но мужчина слишком сильно не хотел с ней расставаться. В итоге он не побоялся вытянуть улов чуть ли не из-под носа у крокодила, за что был вознагражден судьбой. Хищник отступил, а человек вышел из воды сухим, да еще и с уловом. После этого инцидента Скотт признался, он испытал такой всплеск адреналина, что практически не думал о том, что именно он делает. А вы бы оставили крокодила без обеда? Или все же отступили? Не обращайте на меня внимания. Уверен, у героя нашего следующего видео в голове были именно такие мысли, когда он пробегал мимо двери жительницы Флориды. Многие задаются вопросом, для чего нужна камера наблюдения у дома. Что ж, даже если вы не переживаете за собственную безопасность, она нужна, чтобы снимать вот такие забавные ролики с животными. На этой записи видно, как где-то среди ночи мимо дома девушки пробежал енот. Кто-то сказал трюк? Так, а здесь у нас видео в происходящее, на котором никто бы не поверил без доказательств. Начинается все спокойно. На заднем дворе дома светит солнышко и дует легкий ветерок. Как вдруг откуда-то из-за дерева выползает медведь вместе со своими детенышами. На незваных гостей тут же реагируют местные собаки. Малыши-медведи убегают, а вот их родитель остается отстаивать свою медвежью честь. Если бы не вмешавшаяся во все это девушка, косолапый спокойно мог разорвать всю ту мелюзгу, которая лезла ему прямо в лапы. Но хозяйка взяла и, совершенно не думая, столкнула гиганта с забора. Таким действием девушка выиграла достаточно много времени, чтобы собрать всех своих четвероногих храбрецов и отвезти их в безопасное место. К счастью, медведи ушли и более в этот дом не возвращались. Они, наверное, запомнили, что там живет просто какой-то безбашенный человек и больше не хотят рисковать своей жизнью. Вы когда-нибудь видели, как коты впервые в жизни реагируют на сильный ветер? Нет? Тогда этот короткий ролик специально для вас. На нем, со слов хозяйки, ее кот впервые в жизни встретился лицом к лицу с ветреной погодой и вот как это было. Вообще, крайне любопытными, желающими попробовать все в первый раз бывают не только коты, но и собаки. Четвероногий друг человека по кличке Белла, например, оказалась готова понюхать даже жидкость для снятия лака. Шутки ради, дама протянула ей ватный диск с этим пахучим веществом и вот что из этого вышло. Любой, кто хоть раз нюхал такие жидкости, согласится, что аромат далек от приятного, но реакция животного оказалась совсем уж резкой. Нет, ну а что собачка ожидала? Что ей сплошные благовония будут подсовывать? К тому же она сама этого хотела. Как вы думаете, что следует делать при виде ли снова сурка, сидящего прямо посреди дороги и жующего что-то явно очень вкусное? Правильно, ни в коем разе не стоит ему мешать и доставать с просьбами уйти обратно в лес. Сурок и без нас, людей все прекрасно понимает, но если мы будем к нему приставать, он может сильно разозлиться и вот так вот неожиданно напасть. Орангутаны, что вы слышали про этих приматов? Знали ли вы, например, что среди других обезьян по ДНК к нам они ближе всех? Это может звучать дико и как-то непонятно, но на мой взгляд после вот такого ролика все сразу же становится на свои места. На этой записи Орангутан прошел мимо группы туристов, забрался на ближайший корабль, стащил оттуда вкусняшку в виде чипсов и медленно, но уверенно удалился. Вот скажите, кто, если не обезьяны, способны на подобное? После таких роликов волей-неволей начинаешь задумываться, а что, если они и правда наши предки? И Дарвин все-таки был прав. Пикник. Сколько свободы, приятных ощущений и чувства радости сосредоточено в этих шести буквах. Интересно, я один, когда слышу слово «пикник», представляю удивительно комфортные условия и компанию из близких людей, с которыми ты точно здорово проводишь время. Если вы такие же, как и я, то скорее закрывайте глаза, ведь после просмотра следующего видео ваша жизнь уже не будет прежней. На этой записи люди из Соединенных Штатов выехали на отдых подальше в лес и почти сразу же привлекли внимание косолапого. Что удивительно, никто из людей не стал паниковать и проявлять хоть малейшее чувство тревоги. Напротив, такое ощущение, что им это и было нужно. Они намазали на хлеб какую-то вкусную пасту и с удовольствием поделились бутербродом с медведем. Тот вроде как такой подгон оценил и продолжил сидеть смирно в надежде, что его еще разок угостят. Хотели бы тоже отправиться на пикник с диким медведем. Хотя кому вообще нужен этот пикник? Если дома есть любимый питомец, с ним любой день можно будет превратить в настоящую сказку с волшебным балом в конце. Вот этот мужчина, например, взял и ни с того ни с сего начал танцевать со своим котиком. Причем сделал он это настолько воодушевленно и красиво, насколько это вообще было возможно. Чудесно, правда ведь? Поразвлекались и хватит. Пришло время немного напрячься, ведь здесь у нас самый настоящий сталкинг в исполнении суслика. Это кроха, любящий растительную пищу, положил глаз на гремучую змею и аккуратно, соблюдая дистанцию, начал за ней наблюдать. Лично я в последний раз так сильно переживал, когда проходил миссию в GTA, где мне нужно было проследить за машиной, при этом не подъехав к ней слишком близко. Причем я там провалился чуть ли не 10 раз. Наверное, надо было просто попросить вот этого суслика. У него бы все получилось с первой попытки. Помните, сегодня у нас уже был разговор про слонов? Про то, какие они умные и сообразительные ребята. Так вот, если вдруг кто-то из вас до сих пор в этом сомневался, посмотрите сюда. Добрый гигант по кличке Шань Май, живущий в заповеднике в Китае, увидел, что один из юных посетителей парка потерял свой ботиночек. Разумеется, в вольер к огромному слону никто бы за ботинком не полез, поэтому Шань Май сам вернул обувь владельцу. То, как слон аккуратно протянул ботинок своим хоботом, лично меня растрогало до глубины души. Вот скажите мне, ну как такое возможно? Откуда эти животные такие сообразительные? Ну и раз уж мы настроились на вайп добра, то вот еще одно похожее видео. На нем мужчина приехал в заповедник и повстречал там шимпанзе. Человек хорошо знаком с животными и с тем, что именно им нужно, поэтому для него не составило труда определить, что шимпанзе хотел пить. Добрый человек протянул примату свои руки помощи и позволил выпить прямо из них. Обезьяна, конечно же, воспользовалась таким подарком судьбы, но и вдолгу оставаться не захотела. Сразу после чаепития шимпанзе взял руки человека и начал старательно их мыть. Это, пожалуй, одно из самых милых и добрых видео, которые я когда-либо видел. Но и на контрасте с ним было бы здорово посмотреть на хитрую сторону животных. В особенности на игривую натуру наших с вами любимых собак. Как рассказал хозяин этого четвероногого друга, в тот день он запретил своей собаке гулять из-за того, что она плохо себя вела. Вместо этого пес начал гулять прямо по дому, специально подходя к дорогим вещам, чтобы понервировать человека. В какой-то момент пранк вышел из-под контроля, и дорогой новый телевизор все-таки упал. Надеюсь, мужчина извлек этот жизненный урок, и более он не станет лишать собаку возможности выплеснуть энергию на улице. Акула. Взгляните на эту фотографию, на которой акула свалилась с неба и упала на дом, проломав крышу. Кажется, что такое невозможно, ведь каким образом акулы, которые плавают в море, могут падать с неба? Что ж, может и не такая огромная, но все же акула вполне может свалиться на чью-нибудь голову. Такое происходило уже не раз. Например, в 2015 году в штате Вирджиния, США, дети нашли во дворе своего дома акулу, а если точнее, акуленка. Находка их испугала и очень удивила. Как рыба попала туда? Ведь поблизости не было ни океанариумов, ни магазина с экзотичными рыбами. Ответ дали ученые. Они посчитали, что акуленка вытащила из воды какая-то хищная птица, которая затем по неосторожности выронила свою добычу. Подобное происходило и в Австралии, когда акула обнаружилась на местной дороге, причем уже достаточно большая, а не какой-то крошечный акуленок. В скором времени это повторилось, и уже другую акулу нашли на автомобильной австралийской дороге. Она очень удивила водителей. Первая акула оказалась на дороге после проливного дождя с наводнением, а вторую, вероятно, кто-то выбросил из машины. А вот эту акулу нашел в своем саду житель Великобритании Джеймс Хилл. Полуметровая кошачья акула взялась там непонятно откуда и очень озадачила Джеймса, но, скорее всего, ее вновь выронила какая-то невнимательная птица, охотящаяся на акул. Рыбы Вообще, падающие с неба рыбы – это не что-то сверхъестественное, не что-то, что происходит раз в тысячу лет или вроде того. Такое можно увидеть в разных уголках по всему миру. Если рыба лежит одна, то, скорее всего, ее выронила какая-нибудь хищная птица. Не у всех пернатых мощный клюв, чтобы удержать рыбу. Но бывает и такое, что рыб сразу много. Такое явление называется «рыбный дождь». Например, такой произошел в Мексике в 2017 году. В городе Тампико вместе с обычными осадками с неба падали рыбки. А это уже Мальта, в 2019 году там тоже прошел рыбный дождь. Сотни рыб падали с неба на тротуар и проезжую часть. Местные жители не стали тратить время и начали собирать рыбешек. Кто-то, чтобы отпустить рыбу обратно в море, а кто-то, чтобы получить халявную еду. То же самое происходило в Индии в 2022 году и буквально месяц назад. В одном и том же городе с промежутком почти ровно в год прошел достаточно обильный рыбный дождь. Не осталось в стороне и Австралия, где в начале этого года рыбы валились на головы местных жителей. Дети стали собирать рыбу и помещать ее в банки с водой. Но как вообще все это происходит? С одной рыбой все понятно. Хищная птица может не удержать ее и выронить. Но сотни рыб! Это ж сколько птиц должны зафейлить одновременно? Ответ – ноль. Тут дело не в птицах, а в шторме или торнадо. Обычно именно после этих явлений выпадает рыбий дождь. Сильный ветер возле водоемов поднимает рыб в воздух, переносит подальше от воды и рыбы обрушиваются на землю. Во всех случаях, которые вы сейчас увидели, был виноват именно шторм или же просто ливень с очень мощным ветром. Для жителей любой части земли рыбный дождь кажется чем-то необычным и удивительным, даже если они знают, как он формируется. Но есть на планете одно место, где рыбный дождь не редкость. Это город Йора в Гондурасе. Там раз в год с неба регулярно падает рыба. Это происходит уже на протяжении более ста лет, в период между маем и июлем. Местные и туристы наблюдают, как в небе возникает темное облако, а затем сверкают молнии, гремит гром, дует сильный ветер и два-три часа льет сильнейший дождь. После его завершения на земле остаются сотни живых рыб, которые люди собирают и несут домой готовить. В связи с этим в Йора даже проводится фестиваль рыбного дождя. Как по мне, все-таки не очень приятно, когда на твою голову валятся рыбы. Но это еще не так страшно. Куда более стремно, если на тебя с неба падают черви. Именно такая ситуация произошла недавно в Китае. В провинции Ляонин выпал дождь из червей. Они покрыли припаркованные автомобили, выглядело это, мягко говоря, отвратительно. Не завидую я владельцам этих авто. Лично я бы лучше пешком пошел, чем садиться в такую тачку. Откуда же появились черви? Да все так же из-за сильных ветров. По мнению ученых, червей унесло сильным ветром во время бури. Но есть и другая теория. Согласно ей, черви на самом деле были цветками тополя, которые напоминают извивающихся гусениц. Как ни крути, внешнее зрелище не самое приятное. А на этом все. Напишите в комментариях, какой момент вас удивил, а больше пользы. Ищите в других наших видео.